О, святая, и в истинном месте Только что, дорогие братья и сестры, мы услышали с вами отрывок из Евангелия от Луки. Отрывок, в котором повествуется история о том, как Господь наш Иисус Христос посетил дом сестер Марфы и Марии. И те из нас, кто часто бывают на богослужении, могли заметить, что этот евангельский отрывок читается всякий раз, когда мы с вами чтим то-либо иное событие, либо прославляем ту-либо иную икону, которая связана с именем Девы Марии. И вот сегодня мы читаем этот евангельский отрывок вновь, потому что сегодня мы размышляем и прославляем Деву Марию сквозь призму праздника Успения Пресвятой Богородицы. Праздник Успения Пресвятой Богородицы выпадает всегда в один и тот же день, 28 августа, окончание Успенского поста. И сегодня мы вспоминаем вполне конкретное историческое событие, которое сохранилось до наших дней благодаря священному преданию. И согласно священному преданию нашей Церкви, история этого праздника такова. Когда умерла Дева Мария, то апостолы, ученики Христовы положили ее причистое тело во гроб и похоронили в той пещере, в которой были прежде похоронены ее родители, праведные Иаким и Иоанн. Но среди апостолов, которые пришли для того, чтобы почтить память, поклониться телу Девы Марии, не было апостола Памы, и вот он опоздал на потребение, но имея желание, чисто человеческое желание, проявить уважение личности Девы Марии, просился поклониться и причистому телу. И когда апостолы открыли пещеру, то тело Девы Марии не было обнаружено, потому что Сын ее, Господь наш Иисус Христос, приняв ее причистую душу спустя некоторое время и вознес Царство Божие на небо ее причистое тело. Вот такую историю мы сегодня с вами вспоминаем и сквозь призму этой истории мы проставляем Деву Марии. Праздник Успения Пресвятой Богородицы это праздник парадокса. И ведь что такое Успение? Успение это смерть. То есть мы сегодня, православные христиане, прославляем смерть Девы Марии, смерть Матери нашего Господа Иисуса. И вот в этом-то и состоит парадокс всего праздника. Ведь чисто по-человечески, когда кто-то умирает, то обычно у нас наступает траур, скорбные дни. Но разве сегодня мы с вами скорбим? Нет. Разве сегодняшний праздник Успения Пресвятой Богородицы это скорбный праздник, траурный праздник? Да нет, конечно же. В том-то и дело, что сегодня не день смерти Пресвятой Богородицы, а день ее славы. Ведь за всю свою земную жизнь Дева Мария не пережила ни минуты чисто человеческой земной славы. Ведь вспомним с вами слова старца Симеона Богоприимца, которые он произнос Деве Марии в момент встретения, когда Дева Мария пришла в храм, чтобы принести, посвятить Богу своего, рожденного Богомладенца. И вот старец Симеон, говоря ей, говорит, произносит ей страшные слова, и тебе самой сердце пройдет оружие. То есть ты, Дева Мария, через всю свою земную жизнь ты не почувствуешь ни минуты человеческой славы, спокойствия, тишины, радости, потому что вся твоя жизнь будет в скорби, вся твоя жизнь будет в страдании. И настолько страшны будут эти боли, страдания, уничижения, унижения, что все эти боли, как оружие, пройдет всю твою душу, все твое сердце. И поэтому действительно во время своей земной жизни Дева Мария не испытала ни минуты чисто человеческой земной славы. Единственным днем, минутой ее славы, это был день ее смерти, день ее погребения. И вот поэтому сегодня мы и прославляем ее успение, и поэтому не случайно Святые Отцы в своих трудах день успения Пресвятой Богородицы называют летней Пасхой, Пасхой тишины, Пасхой радости, Богородничной Пасхой. В центре богослужения праздника Успения Пресвятой Богородицы несомненно находится плащаница. Именно ее, как образ Пресвятой Богородицы вчера на вечернее богослужение мы торжественно выносили и поставили в центре нашего храма для поклонения. Именно ее, как образ Пресвятой Богородицы, точнее над ней, как образа Пресвятой Богородицы, Сегодня уже вечером мы будем совершать чин отпевания, и именно с ней, опять же, как с образом Пресвятой Богородицы, мы вечером, на вечернем богослужении будем обходить крестных кодов вокруг нашего храма. Но лично для меня самым, наверное, трепетным и самым умилительным образом успения Пресвятой Богородицы является ее иконой. Если у вас будет время, присмотритесь внимательно, и вы сможете увидеть в центре иконы, прежде всего, конечно же, саму Богородицу, Деву Марию, ее причистое тело, которое лежит во гробе. Вокруг мы можем увидеть апостолов, которые собрались для поклонения, и в центре всей иконы мы можем увидеть Господа нашего Иисуса Христа, который на руках держит душу, причистую душу своей Матери. Очень умилительный, красивый образ Дева Мария просится на ручки своего Сына, Господа нашего Иисуса Христа. Очень умилительный образ. И, конечно же, сегодня, прежде всего, мы должны всегда помнить о том, что вот этот образ, образ души человеческой на руках Господа, это прекрасный образ рая. Ведь что такое душа на руках Божьих? Это рай Божий. Это то, к чему стремится человек. Ведь находиться на руках Божьих, это, наверное, самое безопасное место во всей вселенной. И сегодня, конечно же, нельзя забывать о том, что своей смертью Дева Мария не оставляет себя в нас. Ведь именно так мы поем в тропаре сегодняшнего праздника. В Рождестве девство сохранилось, во успении мира не оставилось и Богородица. И вот сегодня мы все с вами, со всеми многомиллионными, крещенными, православными христианами обращаемся к Деве Марии, как нашей и земной, и небесной заступнице, и ходатайце, а всех нас, пред престолом нашего Господа и Сына Ее. Теперь отныне Божья Матерь – это не просто кивот, которая смогла вместить в себя Бога, родить Господа. Отныне Божья Матерь – это не просто лестница, которая соединила небо и землю. Отныне Божья Матерь – это наша и земная, и небесная Матерь, которая пребывает с нами и здесь, и на земле. Более того, сегодняшнее событие является великим подтверждением веры всех наших предшественников и наших будущих поколений в том, что со смертью жизнь наша не заканчивается. А смерть наша – это лишь новое рождение, жизнь вечную. И вот почему в древности, всегда в этот день, христиане приветствовали друг друга светлым, радостным Христовым приветствием, причисляя Воскресе и отвечали друг другу воистую Воскресе. Да, Пасха Христова – это самый торжественный праздник, это такое по-настоящему торжество, по-настоящему разумное неистовство, когда мы радуемся, веселимся, приветствуем друг друга. Но Пасха Богородичная, Успение Пресвятой Богородицы – это Пасха Тихая, Пасха Радость. И поэтому всех вас, дорогие братья, сегодня приветствуем, поздравляем с этим праздником. Я хочу поприветствовать этим радостным летним Христовым приветствием Пречистое Воскресе и вместе с вами воистину ответить, что воистину Дева Мария Воскресе. Аминь. Спасибо.